Здравствуйте, с вами снова Yamaha Центр, город Петрозаводск. Хотелось бы сегодня поговорить о достаточно популярном в своем сегменте моторе 4-х тактный мотор 25 сил. Мотор F25D, в данном случае это дистанционный мотор с электростартером. Моторы этой серии завоевали популярность у всех водномоторников, так как мотор обладает супернадежностью, японское качество дает о себе знать, отличные ходовые характеристики, его очень все любят, мотор достаточно популярный, но у мотора есть небольшой минус, это его достаточно серьезный вес. Мотор с электростартером весит 78 килограмм, и если мотор устанавливается стационарно на лодку, то в принципе больших проблем это не вызывает, в принципе вес приемлемый. Но если говорить о моторе в ромпельном исполнении, когда подразумевается его мобильность, переноска, установка на лодке в том числе и ПВХ, то вес в 77 килограмм уже находится за гранью добра и зла. Такой мотор уже не потаскаешь. Вы спросите, зачем я рассказываю о моторе, который выпускается уже с 2009 года, ничем вроде как уже нового в нем нету, более того, я даже показываю бэушный мотор, а не новый. Все просто, наш любимый старичок больше не выпускается и не поставляется, приобрести его уже будет скоро невозможно. Ему на смену пришел новый мотор F25G. Если посмотреть на линейку моторов, моторы стоят вряд ли случайно. Это старая двадцать пятка, новая двадцать пятка и двадцатка выпускающая на сегодняшний день, это четырехтактный мотор. И наша новинка по габаритам и весу уже ближе к двадцатке, нежели к старому двадцать пятому мотору. Вес новинки всего лишь 56 килограмм. Это на двадцать восемь процентов легче предшественника своего. То есть почти на треть мотор стал легче. По своим габаритам он уже ближе к двадцатке, которая весит всего лишь 52 килограмма. Yamaha не зря говорит о четырехтактной революции. Этот мотор действительно революционный. Его вес в дистанционном исполнении, обратите внимание, на один килограмм меньше своего двухтактного собрата. Мотор 25 или 30 сил двухтактный дистанционный весит 57 килограмм. Этот мотор весит 56 килограмм. Хотелось бы обратить ваше внимание, что это не облегченный старый мотор, из которого выкинули что-то лишнее. Попытались сделать его детали из каких-то более облегченных материалов, которые не всегда отличаются своей надежностью и прочностью. Я не побоюсь этого слова, это полностью созданный заново мотор. Причем японские инженеры потрудились на славу. Давайте пробуем разобраться, за счет чего похудел мотор. В моторе, в лодочном используем двигатель двухцилиндровый, безбалансирный. То есть он за счет отсутствия балансира стал чуть легче. Блок цилиндров переработали, изменили систему выпуска отработавших газов. Он тоже стал меньше и легче. Изменилась система запуска на передач, блокировка. Система крепления мотора к трансу аналогична креплениям, которые используются на моторах четырехтактных 9,9 лошадиных сил. Хотелось бы также обратить внимание на редуктор. В данном моторе используется уже проверенный временем надежный редуктор с мотора Yamaha 25 сил, но двухтактной серии 25N. Редуктор себя хорошо зарекомендовал, он намного легче. Что же еще изменилось в моторе, кроме габаритов и веса? Ну, хотелось бы начать с основного изменения, это в этом моторе применен электронный впрыск топлива. Такое решение никогда не применяли на 25-сильных моторах инженера Yamaha. Как результат, доступность всей линейки цифровых приборов. Теперь можно с оригинальными приборами Yamaha контролировать все параметры двигателя, и в том числе можно присоединять диагностический компьютер и в сервис официального дилера диагностировать, смотреть его на работу и проверять. Мотор оснащен 16-амперным генератором. Также хотелось бы обратить внимание, что в моторе большое количество ручек для переноски. Очень удобный хват, ручка в задней части мотора. Удобная ручка для переноски складная в передней части. Это все делает переноску этого мотора очень удобную. И использование на легких лодках в румпельном варианте, это, наверное, лучший выбор. Потому что он легкий, его удобно носить. Данный мотор у нас в комплектации под дистанционное управление и с электор-стартером. К сожалению, в наличии румпельного мотора у нас в данный момент нет. Его уже новый счастливый обладатель унес. Но хотелось бы обратить внимание, что вот это румпель от как раз такого же мотора, только румпельного. Здесь установлено проушено крепление рулевой тяги на дистанционном моторе. На румпельном моторе здесь устанавливается, крепится, собственно, сам румпель. На нем в румпельном моторе появляется еще одна рукоятка для переноски, очень удобная спереди. Если обратите внимание, использован оригинальный мультирумпель Yamaha. Он очень длинный, что делает управление очень удобным. И переключение передачами осуществляется прямо с румпеля. То есть вам на ходу не надо отвлекаться при маневрах на переключение передач. Вы просто на автомате переключаете передачи прямо на румпеле. Это очень удобно, очень практично и самое главное, что безопасно. Также на румпеле в исполнении установлено чека отрыва с кнопкой глушения. И в этом месте устанавливается кнопка управления и изменения оборотов при троллинге. Что очень удобно, так как зачастую при троллинге необходимо подобрать оптимальную скорость движения под текущую скорость ветра, течения, под условия. И иногда румпелям тяжело это сделать достаточно точно. Благодаря этим кнопкам вы шагом в 50 оборотов вы можете менять скорость двигателя просто простым нажатием. Либо уменьшать, либо увеличивать. И лодка соответственно у вас будет идти либо чуть быстрее, либо чуть медленнее. И вы идеально сможете выставить ту скорость, которая вам нужна для рыбалки. Давайте посмотрим на комплектацию этого мотора. С мотором поставляется оригинальный бак Димаха на 2,4 литра. К баку идет груша для подкачки топлива на топливный шланг. Так как мотор дистанционный в комплекте, как и со всеми дистанционными моторами, идет пульт управления машинка газореверса. Он используется уже нового образца. Это 703 машинка, но обновленная. Она более плавная, более симпатичная. Также нужно обратить внимание, что на сегодняшний день мотор не комплектуется тросами газореверса. Поэтому будьте внимательны, вам придется их приобрести отдельно. А так, в моторе есть все, что необходимо для его эксплуатации. Если у вас уже есть лодка, оборудованная рулевым, ставим и наслаждаемся. Продолжение следует... Продолжение следует...